Мороз и коронавирус испугали желающих окунуться в Иордань. Ночь с 18 на 19 января владимирцы отметили крещение. Морозы в этот день были по-настоящему крещенскими. Температура воздуха понижалась ниже 20 градусной отметки. Проруби для омовения были готовы к 10 часам вечера. Однако желающих пройти обряд в этот раз было совсем немного. Всего около 3000 человек по всей области. В прошлом году к этому времени уже купальщиков было больше. Опять же это связано и с низкими температурами, связано с тем, что будние дни. Поэтому пока на сегодняшний день меньше, чем в прошлом году. По итогам посмотрим. Стоит отметить, что число купающихся в крещенскую ночь с каждым годом сокращается. Если в 2019 и 2020 годах их было примерно по 10 тысяч человек, то в этом году окунающихся по всей области чуть больше 2500. А вместе с теми, кто пришел поглазеть, порядка 5000 человек. А смелилось искупаться лишь половина. А ведь Роспотребнадзор предупреждал. Лучше, чтобы зрителей не было вообще. Чем меньше народа, тем в условиях коронавируса безопаснее. Если вы не планируете сами участвовать в данном мероприятии, вы не планируете нырять, то в этом случае, вот в этом году, мы все-таки рекомендуем вам не посещать данное массовое мероприятие, чтобы не подвергать риску себя и людей, которые все-таки будут осуществлять свою традицию. Напомним, на крещении в области функционировали 34 купери, две из которых во Владимире. Одна на Семязино, вторая на Глубоком. Мэрия по традиции могла открыть и И4, и Орданин. Но остальные водоемы не соответствовали антиковидным требованиям. Тем, кто не побоялся окунуться в морозы сопровождающим, предлагался нехитрый сервис. Палатки, пункты переодевания, пункты обогрева, дополнительно разведен костер, пункт горячего питания, где можно попробовать кашу, попробовать горячий чай. Освещение дежурят сотрудники МЧС, сотрудники полиции, медицинской и скором медицинской помощи, сотрудники администрации с целью обеспечения безопасности проведения этого мероприятия. И еще, о чем предостерегал Роспотребнадзор, потому что, похоже, было проигнорировано и купающимися, и теми, кто за них отвечал. В купель окунались сразу подвое. Подвое купаются, да, как бы можно так было делать, нельзя было так делать? Нет, конечно. Говорили же, что очередь должна быть социальной дистанцией в раздевалках, не больше двух человек, если там большая раздевалка. Даже в купель она должна была соблюдаться, да? Ну, конечно. Купель-то они, насколько я знаю, маленькие вырвели там, небольшие, чего они, трехмитровые были. Роспотребнадзор остается проявить принципиальность и проверить, зафиксировано ли на этом видео из социальной сети нарушение. И проинформировать, какое наказание за этим может последовать. Екатерина Филиппова, 6 канал.